Приглашаю к беседе нашего следующего гостя. Это Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований. Здравствуйте. 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 Итак, накануне стало известно, что правительство Германии одобрило создание немецко-украинского предприятия, которое будет заниматься производством военной техники. Со стороны Германии выступит оборонная компания Rain Metal, которая уже поставляет нам вооружение. А с нашей стороны это украинская государственная компания, украинская оборонная промышленность. Как предполагается, совместная новая компания будет производить и обслуживать военную технику в Украине. Как вы это прокомментируете, перенос военного производства на территорию Украины. Это хорошо? Да, я думаю, это особенно хорошо в том смысле, что если это оружие будет производиться в Украине, тогда не будет вот этих всех сомнений, которые сейчас мы, например, наблюдаем касательно ракет Таурус. Будет ли это применяться на территории Российской Федерации или нет? Потому что там есть сейчас такая боязнь у многих немцев, что мы будем это поставлять Украине. Украина потом, может быть, ударит по целям Российской Федерации, и это нас втянет в войну. И поэтому сейчас и не поставляются эти ракеты. И вот такого рода решения, они помогут стать Украиной тоже более независимой. И не вот все время оглядываться на эти, ну, часто нерациональные страхи, которые есть там, особенно в Западной Европе. То есть, смотрите, мы знаем, что и в Британии, кстати, не исключают в будущем перенос и обучение украинских солдат, и производство военной техники тоже в Украину. Точно знаем, что уже заявлено строительство турецкого завода по производству беспилотника Байорактар тоже в Украину. То есть, вот эта вот тенденция, это то, о чем вы говорите, что если Украина сама будет это все делать, то как-то всем вокруг будет спокойнее. Да, тогда, наверное, тоже возникнет вопрос охраны этих объектов. Они, конечно, будут целями российских ударов, но там придется, наверное, тогда выстроить просто соответствующую оборону противовоздушную, которая бы защитила эти заводы. Может быть, их даже стоило бы как бы под землей частично строить. Я не эксперт, я тут просто сейчас фантазирую. Но, естественно, такого рода проекты, они сразу, как только они станут известны, станут мишенями для российских ударов. Скажите, а можно еще так таргтовать вот эту тенденцию, что вот этим странам выгоднее производить оружие не на своей территории, а в Украине? И таким образом они решают вопрос, ну не знаю, например, там и чистоты окружающей среды. И точно самое главное, снимает себя излишние риски. Ведь на кого-то наверняка действуют постоянные угрозы из Кремля. Вот мы знаем, да, например, заместитель председателя Совбеза России Медведев заявил, что немецкие заводы станут для оккупантов, для российской армии с законной целью, если Германия передаст Украине ракеты «Тауэрс». А так перенесли производство в Украину и спят спокойно. Ну, эту всю российскую риторику не стоит слишком серьезно воспринимать. Тогда бы уже давно какие-то западные заводы должны были бы стать целями для российских авиаударов. Это, я думаю, просто будет для Запада тоже выгодно в том смысле, что тогда и просто не будет уже этих логистических проблем. И это тоже поможет просто выздоровлению украинской экономики. Потому что можно себе представить, что, может быть, на таких заводах будут производиться не только оружие для украинской армии, но и для других армий, для экспорта. И вообще уже сейчас многие рассматривают украинскую оборонную промышленность как будущий двигатель украинского возрождения. Помимо сельского хозяйства, электронных информационных технологий, это традиционные такие сферы и металлургия, вот именно оборонное производство, оно, наверное, может в будущем стать важной частью украинской промышленности. А, кстати, вот сейчас на вот это заявление Медведева, что Россия может ударить по военным заводам Германии, вам известно, есть какая-то реакция, вот как к этому относятся немцы? Как они это воспринимают? Ну, это уже много раз, вот было таких, я сейчас не наблюдал, были ли какие-то, это как бы распространяется, но это всерьез не воспринимают, потому что, ну, если это серьезно, то это должно было уже случиться там полтора года назад, когда были первые поставки немецкого оружия, тяжелого оружия для Украины. Ну, и это было бы начало Третьей мировой войны, потому что это было бы, так сказать, обстрел территории НАТО. Там сейчас намного более острые проблемы, скажем, в Румынии или в будущем, это может быть Прибалтика. Вот эти близкие страны-члены НАТО, они там может действительно перенестись вся эта война на территорию НАТО. А что касается Германии, я это всерьез не воспринимаю. Да, и, наверное, ответ хороший, это когда вот сегодня заявила министр иностранных дел Германии Нолена Бербак, что в ближайшем будущем Европейский Союз будет от Лиссабона до украинского Луганска, да, она сегодня об этом сказала в Киеве, очень важное и сильное заявление. Также довольно сильное заявление прозвучало на этой неделе от главы комитета Бундестага Германии по обороне, Мария Агнеш-Трак-Циммерман. Она заявила, что международное право позволяет Украине атаковать военные объекты на территории агрессора. Политика уточнила, что речь идет об аннексированном России Крыме, через который организованы поставки для российских вооруженных сил. И Мария Агнеш-Трак-Циммерман призвала канцлера ФРГ Олова Шольца не медлить с решением о поставках Киеву крылатых ракет «Таурус». Андреас, ваш прогноз. Олаф Шоль все-таки поддастся этому давлению и даст добро? Мне кажется, что тут главный фактор – это не запросы Украины и тоже не мнение вот этих других политиков сегодняшней коалиции. Это правительственные партии. Бербок представляет правительственную партию и Штрак-Циммерман тоже либеральную правительственную партию в Германии. Но главная партия в этой коалиции – социал-демократическая партия. Я боюсь, что Шольц только примет это решение, когда изменится общественное мнение в Германии. К сожалению, пока так, что больше 50% немцев против поставки именно этого оружия. Там поддержка, в принципе, высокая, тоже в Германии для Украины. Но тут все-таки российская пропаганда и пророссийским каким-то спикерам в Германии удалось создать такое впечатление, что поставка этих ракет втянет Германию в войну. И может это изменится. Это все нерациональные такие, я думаю, суждения. Это может измениться, но пока что, я думаю, он будет просто следовать Шольц большинству общественного мнения. Ну, смотрите, а вот как же мнение таких людей? Вот мы знаем, что и генсек НАТО, он тоже призывает немедленно ускорить поставки оружия для Украины. Об этом вот он недавно заявлял, выступая на форуме оборонных индустрий, который проходил в Киеве. И Йен Столтенберг тогда подчеркнул, что оборона невозможна без оборон промо. И призвал позаботиться, чтобы Украина могла как можно быстрее получать необходимое современное оружие в достаточных объемах. И при этом Столтенберг отметил, я процитирую генсека НАТО, он сказал, Одной лишь храбростью не остановишь дроны, одним лишь героизмом невозможно перехватить ракеты. Украине нужны способности высокого качества в большом количестве и быстро, подчеркнул Генсек. Может, Йен Столтенберг тоже как-то наверняка мотивирует других политиков немедлить с помощью Украины? Или все-таки, возвращаясь к ракетам Таурус, это внутренняя повестка Германии, это внутренний вопрос Шольца, и он действительно зависит только от общественного мнения, как вы сказали. Да, к сожалению, я бы так сказал, что Столтенберг не является начальником немецкого канцлера. НАТО — это межправительственная организация. Он является как генеральный секретарь, действительно, только секретарем этой организации. Он координирует эти разные правительства, стран, которые члены НАТО. И он имеет, конечно, некий голос на Западе, но он не принимает эти решения. И, увы, такого рода решения определяются внутренней политикой, а не внешней политикой. Иногда есть исключения, что правительство выступает против общественного мнения своих собственных граждан. Но в данном случае, я боюсь, этого не будет. Шольц будет просто ждать развития общественного мнения. Ну, здесь можно привести даже, в пример, ту же Польшу, да, вот эту историю с зерновым эмбарго. Мы понимаем, что, да, на уровне ЕС рекомендуют его снять, но этот вопрос используется местными политиками, потому что они опираются на свое общественное мнение, и поляки, мы знаем, выступают за это эмбарго, да, преимущественно. Ну, я не знаю, какой точно именно сейчас там расклад. Наверное, там есть многие в Польше, которые, может быть, и тут проукраинскую позицию... Ну, я последний опрос видел, 66% поляков выступает за вот это зерновое эмбарго. А, окей. Ну, да. И тут еще и выборы, поэтому, конечно, это играет... Увы, вся политика, она локальная. Вот такое вот. Поэтому и так важно, чтобы действительно поднялась бы украинская военная промышленность, чтобы больше не зависеть от всех этих... И в Америке сейчас тоже намечаются проблемы. Поэтому это, может быть, самая такая стратегическая... Самая стратегическая помощь для Украины, вот, помочь оборонной промышленности. Ну, кстати, возвращаясь к той же Германии, важно отметить, что немцы поддерживают украинцев. Как бы ни старалась российская пропаганда сейчас задвигать какие-то нарративы про усталость Европы от войны, жители Германии поддерживают Украину, поддерживают по таким альтруистическим соображениям. Большинство из них понимают, что именно Россия является агрессором, а победа Украины над Россией и наше будущее членство в Евросоюзе будет полезным для Германии. Об этом заявил глава немецко-украинской парламентской группы, депутат Бундестага Робин Вагенер. Он подчеркнул, что помощь Украине отвечает стратегическим интересам Германии. То есть, можно сказать, что страны, которые нам помогают, кроме самой, собственно, помощи, еще и получают, конечно, это нормально, свои выгоды экономические, да, ну и в том числе и самое главное, наверное, защищают тем самым себя от войны. Да, в этом, я думаю, была ошибка в расчете Путина, который думал, ну для нас Украина как бы важнее, чем для Запада, и может там есть какая-то симпатия, но как бы наши чувства, они более интенсивные, но своей помощью для Украины такие страны, как Германия и другие западные страны, и не только западные страны, они просто защищают свои интересы, в частности, просто-напросто международный порядок, международное право, потому что если бы они согласились бы на вот эти претензии России, поэтому я не думаю, что будет какое-то давление на Украину отдать свою территорию России, как многие себе это представляют в России. Это даже не просто такой принципиальный вопрос, или там нормативный, или эмоциональный, или там чувство справедливости, это просто откроет ящик Пандоры, потому что во всем мире есть там какие-то политики, которые считают, что территория соседней стороной вообще-то вот не принадлежит этой соседней страны, а по каким-то причинам, историческим, демографическим, или еще каким-то, должна принадлежать другой стране, и это нарушит не только и не столько либеральный мировой порядок, это нарушит просто вообще мировой порядок, незыблемость границ, территориальная целостность, политический суверенитет, это самые важные столбы международного порядка, которое Россия думает почему-то, что она может это нарушить в отношении Украины, не понимая почему-то, что она ставит под вопрос вообще всю международную систему безопасности. Да, ну вы знаете, вы когда сказали, что есть в мире политики, которые считают, что, собственно, страна может поступиться своими землями, стране-агрессору, я тут сразу вспомнил Орбана, видно, он не дремлет, мне кажется, что из Кремля ему, наверное, сразу отправляют какие-то месседжи, как только кто-то заявляет о перспективе членства Украины в ЕС, и знаем, что сегодня в Киеве проходит действительно историческая встреча, мы о ней говорим, приехали все министры иностранных дел стран Евросоюза, знаем уже, я говорил о заявлении Аннелены Бербак, которая сказала, что Евросоюз в ближайшем будущем будет от Лиссабона до украинского Луганска, но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне сказал, что сомневается в возможности переговоров о членстве Украины в ЕС из-за неких сложных вопросов, в частности, можно ли серьезно рассматривать членство страны, которая находится в состоянии войны, и, цитата, принять страну в ЕС, не зная ее параметров, это было бы беспрецедентно, сказал Орбан. Ну, сразу же украинское министерство иностранных дел тут же ответило, проинформировали венгерского премьера, что Украина не меняла своих границ, они международно признаны, я уже сегодня говорил, достаточно в гугле написать карту Украины, и все, все понятно. Как вы оцениваете эти заявления, и как считаете, возможно, Орбану теперь может, так сказать, поддакивать и новый, и победитель выборов в Словакии, Роберта Фитца? Он уже отметился такими антиукраинскими заявлениями? Ну, да, это все очень печально, и печально, что эти народы, они забывают свою историю с Российской империей, с Царской, с Советской Российской империей, они не могут как бы связать вот свою вот печальную историю, национальную историю с сегодняшней судьбой Украины, и ведут себя так странно. Ну, это, видимо, связано с тем, что есть и Россия, которая влияет на них, есть, наверное, выгоды какие-то, которые они могут получить от этого, какие-то контракты, скажем, от России, и есть, наверное, и внутренний, конечно, какой-то спрос на такого рода позицию, там люди не совсем тоже понимают ставки, которые сейчас в Украине, они считают, что это какая-то там спорная территория, и что можно там чем-то торговаться, и они вот как раз не понимают, насколько это для них самих опасно, вот идти по такому пути. Да, это все очень огорчает. Для меня это особенно удивительно, что это в Восточной, в Центрально-Восточной Европе случается. Это можно было бы себе представить, я не знаю, там, если бы это шло из Италии или там откуда-то, Испании, а вот страны, которые не имели такого опыта вот с царской Россией или с советской Россией, но вот те страны, которые самые пострадали, они должны были бы иметь вообще-то совсем другую позицию, ну, которые, собственно, и имеют там такие страны, как Польша, Эстония, Румыния, Латвия и так далее. Да. Что ж, спасибо, согласен с вами, спасибо, Андреас, за этот разговор. Напоминаю, Андреас Умлан был в нашем эфире.